Слышал слово Божье. Вы знаете, мне понравилось, что есть пропади, которые говорят о пришествии Господня. Знаете, как-то вот время наступило такое, что, редко об этом говорят, перевалило за 2000-й год, и как-то все тихо, спокойно, даже в церквях успокоились. Вы это не заметили? Нет. Даже более того, пересели с колесниц Божьего транспорта на более серьезные колесницы, но в то же время, скажем так, вера от этого не добавилась, любви от этого тоже не добавилась. И вы замечаете, что если, например, как я вспоминаю, я здесь был в 77-м году, когда еще был парнем молодым, было всего лишь две церкви, Левый берег, мы сегодня там были маленькие, маленький домик по сравнению с тем, что построено, да, и была еще церковь на заводе Ильича. Все. Вы знаете, что было приятно, что там была молодежь, которая постоянно имела общение. Знаете, вот это вот, такое вот, вот это вот, можно сказать, теплоотопщение, у меня даже по сей день, вот, вот приехали в Мариуполь, как-то по-особенному. Вспомнил некоторых братьев и сестер, там, Володю, не знаю, живого, в последнее. Хороший был благословенный брат. Многие сегодня в вечности, я их никогда не увижу, но, вы знаете, для того, чтобы вот жить в это наше, я бы старался в непростое время, но очень тяжело. Все спокойно, благословенно. Если раньше, например, нас всегда извне что-то сдерживало, да, там на работе, там всегда, там какие-то органы, да, там внутренние, внешние, то есть постоянно было где-то, учиться вообще было нельзя. Только лишь ГПДУ или ПТУ. Потому что дальше ваткисты не пустили вы. Сейчас простор, учись где хочешь, МГУ, какие только заведения, пожалуйста, учись. И замечательно, что сегодня, вот даже вот такой век спокойный, да, взять даже те самые, появились новые, новые технологии, да. И сегодня, так скажем, уже дилемма наступает. Или открыть компьютер, или просто взять в руки Библию, да, отцовскую или материнскую, да, или бабушке, или дедушке, открыть эти странички, они пропитаны чем-то, да, может быть, каким-то потом или солью, и просто почитать. И все-таки рука тянется на клавиши. Согласитесь? Великое слушание. Ну, кто скажет, что нет. Это мне не трудно компьютер закрыть, и вот, я думаю, что если человек, который три дня не открыл, компьютер уже начинается с синтрома прогресса. Уже все, уже не терпится, да. Вот есть в Библии такой человек, который понимал, что будет очень трудно после того, как уйдет его учитель. Но он понимал, что ему надо больше, чем было у учителя. Давайте мы с вами откроем место священного писания. Это 4-я книга царств, 2-я глава, 2-я глава с 1 по 10 стих. 4-я глава с 1 стиха, 2-я глава с 1 стиха по 10 стих. Такие слова. В то время, как Господь восхотел вознести Илью в пихре, на небо шел Елия с Елисейом из Долгава. И сказал Елия Елисею, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Бифиль. И Елисей сказал, жив Господь и жива душа моя, не остану тебя. И пошли они в Бифиль. И вышли со пророку, который в Бифили к Елисею связали. Но знаешь, что сегодня Господь вознесет Господина, и тронет главою твоей? Он сказал, я так же знаю, молчите. И сказал Елия Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерехон. И сказал он, жив Господь и жива душа твоя, не остану тебя. И пришли вы в Ерехон. И подошли со мной пророку, который в Ерехоне к Елисею, и сказали ему, знаешь ли, что сегодня Господь берет Господина твоего и вознесет на главою твоей? Он сказал, я так же знаю, молчите. И сказал ему Елия, останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. Пятьдесят человек и сынов пророку, и пошли, встали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Елия милость свою и свернул, и ударил ее по воде. И раступилась она туда и сюда, и перешли оба посуду. Когда они перешли, Елия сказал Елисею, «Проси, что сделаю тебе, прежде, ежи я буду взят от тебя, и сказал, что Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, только что ты просишь, если увидишь, как я буду взят от тебя, да будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Вообще замечательный благословенный пророк, братья и сестры. Вот когда я читаю про него, знаете, он всегда чего-то просит больше, чем кто-либо. Вот больше даже, вот если мы откроем Писание, да, мы не найдем, может быть, подобного человека, как Елисей. Если мы помним, как Господь его призвал. Подошел или от него, и говорит, так положил, опять-таки, милый теду, да, и Елисей понял, что он берет из этих валов, да, делает жертвенник, и идет сам, или-или. Я думаю, что сегодня мы как-то по-другому немножко относимся, вообще-то же, к служению, да. Нужно спросить папу, нужно спросить маму, если жена, то нужно спросить жену. Жена может года два-три не соглашаться, а потом, наконец-таки, она согласится, и потом мы с лёгкой душой будем служить Господу, да. А как вы думаете, вот люди, которые нуждаются в спасении, они будут теперь три года, когда они нуждаются в спасении? Или то же самое, какой-то умирающий грешник на постели, да, будет ждать, когда все-таки придет к нему кто-то и скажет, слушай, Иисус любит тебя. Я вот когда смотрю на Елисея, да, Елисеича, который, вы знаете, он упорный, он остырный, ему неоднократно предлагает, или я говорю, Елисея, достанься ты, ну, слушай, ну, может, у тебя есть какие-то родственники в Иерифоне есть, ну, зайти там чайку попей, ну, посидишь, отдохнешь с дорожки, все-таки солнышко печет. Задача, что Елисея, какие бы уговоры ни были, Елисей не соглашается на то, что говорит ему Илья. Знаете, ну, мне бы еще хотелось остановить наше внимание на таком моменте. Помните, после чего Господь сказал, иди поставь царя такого-то, и помашь Елисея на пророка. Не помните, у вас? Вот это всего лишь после некоторых событий, когда Господь совершил, на горе кормил великое благословение, да, когда, когда Илья, я не знаю, одним мечом уничтожил 450 пророков, когда было просто благословенное, да, когда дождь пошел, и когда он бежал вместе с колесницей Ахава, я вообще не представляю себе старца бегущего рядом с колесницей, ну, это было так. И потом, помните, когда он, когда вот он услышал что-то другое, да, и потом он сидел, плакал и просил смерти. И Господь говорит, слушай, Елена, ну, я все понимаю, но еще есть в Израиле семь с половиной тысячи, человек, который не преклонили колено к предвалам. Братья и сестры, мы можем думать, что вот всего лишь в Мариуполе девять церквей, да, а Господь говорит, слушайте, в Мариуполе двадцать-тридцать церквей, а может быть и сорок церквей, может быть еще и те люди, которые придут в эту церковь, и придется новую церковь строить, братья и сестры. И что говорит Господь Илья? Иди, сделай вот это, и приходи на Богу, и там ты умрешь. Вы знаете, всегда вот в своей жизни я стараюсь как-то не ограничивать себя вот в служении как-то. Ну вот, ну ладно, ну все-таки устал, бараб уже и на покой, да? Как только скажешь на покой, сразу начинается что? Там болит, там болит, там болит. Заметим, что когда мы смотрим на Елисея, здесь перед нами стоит совсем другой человек. Он говорит, останься здесь. Здесь даже не упоминает, не упоминает Слово Божие, сколько лет было Елисея. И заметим, когда наступило время, причем, когда мы смотрим даже вот на то, что мы с вами сегодня читаем, да? Скоро будет, да? Вознесение церкви будет, будет пришествие Господне. Причем все об этом знают, братья и сестры. Кто об этом не знает, что будет пришествие Господне? Есть такие? Нет такие. Заметьте, что и там тоже не было таких. Законет Верихон, говорят, слушай, ты знаешь, что твоего учителя возьмут? Вот, как нам возьмут? Знаю. Нет. А что получилось? Один только Елисея получил силу вдвойне. Оказывается, можно быть, в том пятидесятке пророков, пророческих сыновей, которые там пророчествовали, говорили, можно так как уговаривали или пророчествовали, но они не получили силы, братья и сестры. Можно остаться с одним названием, что я сын пророка, или так, а я сын пастора, а я сын дьякона, и это как-то обогрел, как-то я лучше, чем все остальные, да? Еще подобного. Оказывается, мало того, что я знаю. Если вы помните, когда пришли в один праздник Елены к Филиппу и спрашивают его, господин, нам хочется видеть Иисуса. Они знали об Иисусе Христе, но вопрос, что дальше, братья и сестры? Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы вот в этот наш век, да, такого прогресса, да, когда, например, наши бабушки, дедушки выезжали с вечера, чтобы достичь собрания, да? Мы с вами сегодня учитываем наш транспорт, да, лошадиные силы, мы с вами добираемся за 15 минут до церкви. Но заметьте, что от этого в наше сердце не стало гореть жарче любовью, братья и сестры. Вот я вспоминаю, вспоминаю то прекрасное детство, да, когда едешь с бабушкой или с дедушкой на лошадки, на тележке, они тебе рассказывают о каких-то великих чудных делах Божьих, да, а сейчас пролетел на машине, даже и по больнице сгустлял, а времени нет. Вы никогда об этом не задумывали, что вот это время, в котором мы с вами живем, да, нам нужна вообще даже в четверне сила, какая была у Ирии, у Елисея. Мы с вами как-то вот летим в этом, в этом времени, да, и, вы знаете, Бог почему сдерживает свое пришествие, потому что много людей жаждут для этого спасения. Вопрос, а что мы с вами, братья, все-таки для этого делаем? Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы мы с вами сегодня, вот смотря на этого Елисея, да, такой хороший прообраз, прообраз великого Божьего служителя. Мы имеем с вами Духа Святого, который независимо от ветра, от прогресса, да, он живет в нашем сердце, братья и сестры. Или Елисея понимал, что ему нужно сделать нечто большее для того, чтобы получить эту силу. А мы с вами эту силу имеем. Только нужно, может быть, как-то, знаете, как-то, может, нужно остановиться, может, как-то, нужно сказать, Господь, ну, что-то я как-то сильно, вот, как-то, вот, я вот в этой жизни, да, если вы помните их, хорошая прища здесь сделала, да, и заметим, что Христос указал две причины, по которым в последнее время это особенно будет прогрессировать. Первое. Пришель, найду ли веру на земле? И второе. По мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы знаете, когда я задавался вопрос, вот, что значит по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь? Знаете, мне как-то пришла такая мысль, что вопрос не в том, что в мире беззакония там увеличится. Нет, братья сестра? А именно начнется отклонение отклонения в церкви. Что-то начнется не так делаться, что-то начнется не так говориться, или что-то еще такое. Мы замечаем, что сегодня-сегодня некоторые церкви в Америке провозглашают, мы с вами знаем об этом, даже можно и не говорить об этом, однополные враги и тому подобное. И за это садят служителей, потому что они обязаны это делать, потому что закон принят. Потихонечку идет это к нам, братья и сестры. Поэтому, заметьте, насколько мы с вами должны иметь силу для того, чтобы противостать. И чтобы наша вера, которую нам дал Иисус Христос, и Павел об этом пишет, да, чтобы она, чтобы она была тверда и непоколедима. Чтобы то, о чем брат сегодня говорил нам с вами, да, чтобы у нас было долготерпение. Чтобы, невзирая ни на что, ни на кого, мы говорили своим детям, своим внукам, кому угодно поговорили об Иисусе Христе, понимая, что скоро. Потому что если мы не будем говорить, братья и сестры, помните слова Иисуса Христа, если они умолкнут, то камни посады. А тогда где мы с вами будем, братья и сестры? Поэтому, пусть сегодня нас Господь с вами благословит, братья и сестры, чтобы мы с вами с этого места подумали, Господь, что мне нужно сделать, чтобы Господь, чтобы церковь еще больше и больше пополнилась, чтобы сила, которая во мне, она еще больше увеличилась. Господь, где тут трилля, или где еще что-то, где то, что когда-то меня всегда волновало, когда шел церковь, а сейчас почему-то не волнует это, почему-то как-то все это обыденно стало, как-то по-другому это все происходит в моей жизни. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь вас благословит, чтобы пройдет еще 10-15 лет, да, здесь сидели другие люди, кто-то уже будет в небесах, да, но чтобы те, кто останутся после нас, они имели твердую, непоколебимую веру в Иисусе Христе. И то же самое говорили другим об этом. И тогда город Морюкль будет совсем другим городом, братья и сестры. Город Смолезн будет совсем другим городом, тогда Божьим благословением будет всегда. А мы скажем, как Господь скажет, да, зайди благословенную и отдам тебе, да, винят жизнь. Будь верен до смерти и дам тебе винят жизнь. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok